Друзья, всем привет! Сегодня мы хотим познакомить вас с игрой, которая называется Квартет. Нам прислали ее от Дениса Самарина из их компании. И это игры два вида. Можно заказать сразу же два вида, если у вас много игроков и вы играете, например, молодежной группой. У нас эта игра на английском языке, но ее можно купить и на русском, и на английском. Линки я оставлю все под этим видео. Мы сейчас покажем, как играть в эту игру, и в других видео мы покажем вам обзор других игр, а сегодня игра Квартет. Суть игры в том, что вам нужно собрать Квартет карточек. Квартет это значит 4. Можно раздать все карточки, которые есть в коробочке, все по игрокам. Мы решили раздать всего по 4. Все карточки подразделены на разные категории. Например, птицы в Библии. И это птицы в Библии. Дальше, страны в Библии. Пророки из Библии. Еще страны в Библии. Что вам нужно сделать? Например, вот вы всем раздали карточки, и вы не знаете, какая, потом вы повернули к себе карточкой, и у вас, смотрите, например, пророки Библии, priest of the Bible, плоды Духа, птицы в Библии и птицы в Библии. И у вас уже 2 карточки птицы в Библии, и вы уже знаете, что так, скорее всего, я буду собирать птицы в Библии. Вам нужно 4 такие карточки подобрать. Если 4 будет у вас, значит вы выиграли. Теперь мы поиграем в игру и покажем вам, как ее играть. Например, да, вот вы посчитали, кто первый начинает играть. Ну, например, я начинаю, я посмотрела на свои карточки. Ага, у меня уже есть 2 птицы из Библии, значит, я буду собирать птицы из Библии. Я смотрю на кого-то, я не знаю, у кого какие карточки, но я, например, говорю, Джинелл, дай мне птицу из Библии. У меня нету. Ага, у Джинелл нету птицы из Библии, значит, я пропускаю свой ход. Дальше Кети говорит. Кети смотрит на свои карточки и то же самое, например, у нее... Например, Кети хочет собрать карточки work of the flesh, это плоды плоти. У нее здесь написано ненависть. И Кети смотрит, например, на Нелечку и говорит, дай мне плоды плоти. У меня нету. Ага, у Нелечки нету. А если бы у Нелечки была одна карточка, она бы должна отдать ее Кети. И Кети еще имеет право на один ход. Она может спросить опять у Нели, или она может спросить у Ангелины, еще у кого-то. И если у них есть, то они должны карточку отдать. То есть это у меня дочка? Да. Паша. Пока она скажет нету. What if у человека две the same? Но только одну. Да, потому что никто не знает, какая у тебя карточка. Еще что интересно, что, например, Ангелина, у нее одна карточка есть плоды духа. И она знает, что у Кети уже есть две. И она тогда у Кети просит одну, потом еще одну. И таким способом она собирает себе все карточки. Ну что, давайте мы поиграем. Опять давайте мы все смешаем карточки. Еще раз я хочу сказать, что эти карточки можно все сразу раздать, но их просто неудобно держать, когда у вас 6-7 карточек в руках, их неудобно держать. Мы решили по 4 карточки брать и иметь такую вот как, такую стопку карточек еще. Если остается меньше, чем 4, то вы еще себе берете карточку, если вы не выигрываете еще. Хорошо, берем все по 4 карточки. И если у вас большая группа, например, молодежи, то сразу же купите себе 2 упаковки. Или разные, или одинаковые. Линки под этим видео. Раз, два, три, четыре. Так, сначала мы посчитаемся. Посчитаемся и кто первый пойдет. Хорошо, я смотрю на свои карточки. Я вам сейчас на экране покажу, где найти эти категории. Они находятся в левом нижнем углу. Сверху написаны просто имена, города, разные там названия. А вам нужна именно категория, вам нужно по категории выигрывать. Ангелина, дай мне реку Библии. У меня нету. Кетти попросила музыкальный инструмент, и у меня есть музыкальный инструмент. Кетти. Я боюсь. Я боюсь. Денефер, дай мне реку Библии. Так, все больше нету, да, все переходит в кое-кангелине. Дженнифер, дай мне серии в Библии. У меня меньше чем 4 карточки осталось, значит я еще одну себе беру. Ангелин. И дай мне еще пруку Библии. Аммм… дай мне еще пруку Библии. Ах, да, арбит! Нелли выиграла. У нее 4 карточки «Плоды духа». Интересно. Радость, мир, долготерпение и любовь. Вот все. У нас первый победитель. Буквально 2 минуты и уже у нас победитель. Можно дальше играть, если победитель хочет остаться в игре или уйти. Это уже от вас зависит. Спасибо всем, кто придумал эту игру. Очень интересно. Мы уже несколько раз с нее играли. И также на английском канале мы поставим обзор на английском языке. Эти игры можно купить на английском языке, потому что у нас они на английском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова